Я нахожусь в легком оцепенении, если честно. Меня дико поразила история, произошедшая в селе Октемци, в хангалузском Алусе республики Саха. Но и с другой стороны, если чудеса случаются, великая вероятность, что они могут произойти в каком-то медвежьем углу, где и свидетелей-то практически не будет. Так случилось и здесь. 15 лет назад внезапно пропал местный по имени Сергей. По отчеству его никогда не называли. Но среди мужиков он был известен как борода, потому как носил большую бороду, как у староверов. Сергей был мужчиной нормальным, не дурак выпить и закусить. Потому исчезновение его не вызвало особенной паники. Пропал и пропал. Здесь такое бывало. Суровая природа, обилие живностей и погодные условия не терпят пренебрежительного отношения. Да и кто знает, что могло случиться с пьяным. Поискали для порядка, конечно, да и забыли. Благо, детишек мужик не нажил. Жена приставилась раньше. Из всех родственников осталась одна лишь сестра. Но и она не сильно горевала. Вот только однажды утром, через 15 лет, в деревню зашел странный мужик. Весь какой-то возвышенный, что ли. Как будто телом он здесь, а разумом где-то летает. Его не сразу признали, но, как пригляделись, чуть не попадали на месте. Борода. Кто-то догадался позвать сестру. Раскрасневшаяся добротная Матрона прибежала, да и кинулась на мужика с кулаками. Мол, где ты был? Черт пропавший. Ее, конечно, оттащили. А в глазах мужика промелькнул таки огонек сознания. Да, Лизок, я вернулся, сказал он. И то была единственная фраза, которую запомнили все. Конечно, вызвали участкового, собрались вокруг Лизаветинского дома. Прислушивались, присматривались, да, беседовали между собой. Возвращение. Мнения жителей разделились. Кто-то говорил, что мертвые просто так по улицам не ходят и к жизни не возвращаются. Прошло до 15 лет уже, а борода как новенький. Кто-то рассказывал про временные аномалии или про то, что бороду похитили и заставили валить лес в тайге. Мнений было масса. Но склонялись преимущественно к неестественным вариантам. Якобы борода здесь как кара за грехи. А грехи имелись поди у каждого. Святых среди селян не наблюдалось. В то же время внутри дома, где собрались самые близкие и главные, Сергей поднял голову. Я видел другую сторону бытия. И мне есть чем поделиться с вами. Лизавета плюхнулась на стул. Младший лейтенант поперхнулся, а глава местной администрации трижды перекрестился. Сцена явно перестала напоминать собой нормальную. Я не знаю, можно было ли в тот вечер услышать еще что-то безумнее. Однако мужчина продолжил. Меня забрали не духи земли и не злые силы, а те, кто намного древнее самой жизни. 15 лет назад, когда Сергей после хорошей пьянки возвращался домой, он попал в место, которое мало напоминало Якутию. Вдруг стало тепло. Пропал весь свет. Мир, вероятно, исчез. И Сергей остался один посреди темного нечета. Он кричал, пытался бежать из стороны в сторону, ползти, прыгать. И что бы он ни делал, окружающая его тьма не менялась. Неизвестно, сколько он провел так времени. Ведь ему не хотелось ни есть, ни пить. Ему не хотелось жить, но умереть он не мог. Опьянение не проходило, отчего было еще хуже. А потом пришли они. Серега назвал их хранителями. Но они ничего не хранили. Просто наблюдали за жизнью с момента ее зарождения. И скуки по тому, как делать им больше было ровным счетом нечего. Жизнь развлекала всемогущих существ. И Сергей каким-то образом привлек их внимание. Я не скажу, что ему помогли. Ему дали возможность словно бы в шутку. Одному из самых, назовем все своими словами, тупых представителей человечества, не отличившихся кругозором и любопытством. Ему дали возможность видеть время. Начало и конец. Тектонический дрейф. Рождение и исчезновение океанов. Превращение плодородных равнин в пустыню. Ему было подвластно все. И некоторое время мужик честно старался научиться пользоваться всем. Но, как сказал Сергей, ему было откровенно скучно. И он решил вернуться. Он не думал, что прошло столько лет. Он вообще теперь не думал о времени. Но вид постаревшей сестры его удивил. Его не отпустили просто так. Хранители дали знать, что он может уйти с единственным условием – распространить среди человечества знания о вечных существах. Бред. Местные лишь нервно посмеивались. Да и пошли по домам, по кухням, обсуждая услышанные. Большинство сходились на мысли, что Серега тронулся. Лепит какую-то чушь. Шло время, хотя мы уже поняли, что оно не имеет никакого значения. Об истории стали забывать. Сергей все сидел в одной из комнат в доме у Лисы. И, казалось, погрузился в собственные мысли. Если он и был сумасшедшим, то точно не буйным. Однажды он начал что-то тихонько напевать. Как делает подобное погруженный в себя человек. Никто не придал тому значения. Никто и не прислушивался особо. Солнышко клонилось к закату, и по улице поползли густые тени. Вот только странные они были, словно ни от чего. Ползли и смешивались друг с другом, образуя самые причудливые формы. Люди замечали, терли глаза, крестились, но тени все ползли и ползли, словно собирая свет. Они проникали буквально в каждый дом, и, казалось, тьма начала медленно пожирать село. Не прошло и часа, как под домом Лизаветы начала собираться толпа перепуганных мужиков. И женщин с фонарями, лопатами и вилами. А собравшись, увидели на крыльце Сергея, который, возведя руками к небу, произносил странные слова на никому неизвестном языке. Он выглядел жутко, его зрачки закатились, и глаза словно блестели белками. Поднялся ветер, кто-то вскрикнул, кто-то упал без чувств. Сергей кричал, вы не поверили мне, хранители требуют доказательств, их силы, вы встретите их, они идут. Чем закончилась история, неясно, вроде бы все обошлось, но местные категорически не любят об этом рассказывать. Сергей исчез, и имя его вычеркнуто отовсюду. Но на лицах местных читается какая-то недосказанность. Уж и не знаю, вернулся ли разочарованный борода в свое трансцендентное царство, уверовали ли местные хранители, явились ли те. Вот только что-то в селе неуловимо изменилось, как будто ощущение древнего зла буквально витает над селом, заставляя приезжих убираться оттуда как можно быстрее, не задерживаясь ни на одну лишнюю минуту. Субтитры создавал DimaTorzok